Изначально заседание совета собирались провести в Самаре. Президент России планировал осмотреть стадион, стройки которого он дал старт в июле 2014 года. Но в этот день из-за нелетной погоды планы пришлось изменить. Погода не позволила, к сожалению, сегодня посмотреть на строящиеся в Самаре объекты, на футбольный стадион. Глава страны пообещал посетить Самару и объекты, которые возводятся к Чемпионату мира по футболу. В городе должны пройти топовые матчи мундиали, но не чемпионатом единым. Задача сделать Россию футбольной страной. Самый популярный массовый вид спорта нуждается в особой поддержке со стороны государства. Очевидно, что нам нужна четкая, адекватная программа действий. И в этой связи предлагаю подготовить общенациональную стратегию развития футбола до 2030 года. Ну, конечно, нам нужно к 2018 году достойно выступить, подготовиться и выступить в 2018 году. Среди приоритетов должен быть рост числа занимающихся этим видом спорта. А также успешные выступления наших футболистов на крупнейших международных соревнованиях, включая, как я уже говорил, Чемпионат мира 2018 года. Сразу после заявления президента основной доклад губернатора Самарской области Николай Меркушкин, руководитель рабочей группы по подготовке заседания. Впервые президентский совет по развитию физкультуры и спорта посвящен одному виду спорта – футболу. По словам главы региона, прививать интерес к футболу необходимо с раннего возраста. Пример – опыт Самары. Небольшие футбольные поля и игровые комнаты оборудуются в новых детских садах. Предложение рабочей группы внести изменения и в типовые проекты школ, чтобы предусмотреть в них наличие футбольных полей. Но и этого мало. Футбол должен быть в каждом дворе. Конечно, доступные поля нужны и рядом с жилыми домами. Ведь любители погонять мяч у нас всех возрастов. В сложившейся застройке, к сожалению, не всегда можно найти место. Но вот в части новостроек, а их в стране сейчас очень много, считаем целесообразным внести в градостроительное законодательство изменения, которые еще при планировке территории обеспечат наличие спортплощадки, в том числе для игры в футбол. Мы это уже начали тоже делать. В стране нужны общероссийские центры развития футбола, чтобы уходить от практики, приглашения легионеров и воспитывать своих. В спортивных и педагогических вузах необходимо создавать специализированные кафедры по подготовке тренеров на высшем уровне. Что же касается чемпионата мира 2018 года, сегодня есть все шансы сделать его лучшим в истории, так же, как и Сочинскую Олимпиаду. А чтобы у регионов хватило денег, предложение поддержать их дополнительными бюджетными кредитами. А мы со своей стороны, Владимир Владимирович, обещаем вам сделать все, чтобы вы, как президент, вся наша страна, и мы, регионы, и многие-многие поколения наших людей гордились тем, как Россия провела у себя первый в истории чемпионат мира по футболу, и какое великое наследие оставлено потомкам. И одним из таких наследий могут стать многочисленные кубки чемпионатов самого высокого ранга, которые смогут завоевывать российские герои спорта. Олег Зверев, события. Извините, что не смогли.